Чистка российского генералитета продолжается. В России отправили в отставку генерал-полковника Федеральной службы безопасности Эдуарда Черновольцева. Как пишет The Insider, он был начальником научно-технической службы. Также ему подчинялись восьмой центр ФСБ, защита информации, центр специальной техники ФСБ и управление специальной связи ФСБ. Это реальный вклад в укрепление единства и сплоченности нашего многонационального общества. Также помимо этого, уволенный ФСБ шнекурировал вторым центральным научно-исследовательским институтом ФСБ, сотрудники которого в тайной лаборатории разрабатывают яды и принимают участие в отравлениях российских оппозиционеров. Что мы знаем про этот институт, в основном мы знаем из истории самых дробных управлений, в частности из управления Алексея Навального. Потому что именно Алексей Навальный вместе с Христо Глозевым расследовал свое собственное отравление. И отсюда мы узнали всех этих управителей, которые за ним ездили, и все эти попытки отравлений. Я хочу, чтобы вся страна знала, что творят эти люди, как они используют государственную систему, во что они превратили органы безопасности. Ни у кого не должно оставаться иллюзией. В последнее время утечка огромного количества данных из кремлевских стен только усиливается. Секретность российских спецслужб начинает трещать по швам. Этот провал спецслужб, естественно, они не будут сами говорить, что они провалились. Поэтому они говорят все, что угодно, но не то, что есть на самом деле. Поэтому официально заявляется, что Черновольцева отправили в отставку из-за того, что он достиг пенсионного возраста. Однако источники здания ФСБ считают, что Эдуарда уволили из-за утечек баз данных, которые позволили российским журналистам проводить и публиковать свои расследования о друзьях Путина. Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невозможно. Также выяснилось, что Черновольцев ранее долгое время жил в Киеве. А в феврале 2022-го он не поддержал полномасштабное наступление РФ в Украину. Очень сожалел о начале военной операции на Украине и в компании своих друзей. Не раз говорил, что все зашло слишком далеко. Противников войны и среди работников спецслужб России становится все больше. И среди работников спецслужб, и не только среди работников спецслужб, а вообще среди чиновников. Среди тех людей, которые владеют реальной информацией, то, что происходит и на фронте, и, собственно, в стране. Ведь реальная информация о делах на фронте не такая яркая, как это, заявляют по телевизору. А из-за этой же прогнившей системы она может вскоре дойти не только до всех работников Кремля и служб, но и до всех жителей России. Процентов 80 чиновников, ну, не первого, конечно, эшелона, но второго, третьего и так далее, на самом деле, прекрасно понимают, что война уже проиграна и что ее нужно оканчивать как можно быстрее. Отсюда и чистки, потому что непонятно, каким образом удерживать единство элиты сегодня. Раскол элиты может привести к падению Путина, смены власти в России и к прекращению войны в Украине. Чего, конечно же, панически боится диктатор. Поэтому такое увольнение высокопоставленного сотрудника может еще раз подтвердить, какова паника сейчас у власти. Продолжение следует...